Всем привет, друзья! Это 66 выпуск моего видеоблога Будни Звездочета. Меня зовут Александр Смирнов. В предыдущем выпуске я вам фактически сказал, что наблюдения мои астрономические до августа по большей части завершились и сезон я закрыл. Вот сказал я это и, в общем, обманул вас. Свинья найдет грязи, а любитель астрономии найдет, что понаблюдать на звездном небе. Я вспомнил, что есть такие астрономические явления, как полеты МКС на фоне Луны и на фоне Солнца. А я, в свою очередь, эти явления никогда в своей жизни по разным причинам не наблюдал. И тут вдруг выяснилось, что в Вологде в ночь с 10 на 11 мая, не в Вологде, а поблизости от Вологды, будет наблюдаться вот такой полет МКС на фоне Луны. Поблизости, это по меркам Вологды, не совсем поблизости, расстояние примерно 70 километров от Вологды. Вот именно в этой зоне можно было наблюдать прохождение транзит МКС на фоне Луны. Мы выехали с друзьями, нас было, в общем-то, трое. Мы выехали в 2 часа ночи, в течение часа мы примерно доехали до места наблюдения. Ехали мы в сторону Кукобоя и совсем чуть-чуть не доехали до родины Бабы-Яги. Наблюдали в таком, практически в самом, ну совсем рядом от населенного пункта Бакланка. Это такая некая железнодорожная станция. Само явление должно было произойти в 4 часа 13 минут утра. Практически совпадая с восходом солнца. То есть небо было уже светлым. Сам полет по расчету должен был пройти, проходить примерно 3 секунды. Так вот, зафиксируйте момент. Нужно было проехать 70 километров в одну сторону, 70 обратно, плюс чуть-чуть по городу. Ну, в общем, 150 километров ради 3-секундного полета МКС на фоне Луны. Такие дела. Какое-то время мы, конечно, выбирали место для наблюдения, потому что мы впервые там находились. Нужно было найти хорошо открытый восточный горизонт, потому что Луна в момент транзита была на высоте всего 5 градусов над горизонтом. А восходила она примерно за полчаса до транзита. Ну, мы это достаточно быстро все нашли. Взошла Луна, мы выставились. Вот я фотографировал свой телескоп с использованием двукратной линзы Барлоу. Соответственно, так как у моего телескопа фокус на расстояние 650 миллиметров, то эквивалентно мы получали фокус на 1300. И Луна чуть-чуть не влезала в кадр, что, в общем, как раз примерно то, что надо для подобного рода явления. Ну, соответственно, мы выставили все оборудование. За пару минут до начала явления включили видеозапись. Начали ждать. Шли секунды, минуты, и ничего не происходило. Через несколько минут я уже понял, что, в общем-то, если явление и произошло, то как бы уже все. По времени-то время вышло, но я ничего не видел. И никто из моих товарищей тоже ничего не видели. Это несколько раз очаровало меня. Я бегло посмотрел видеозапись прямо на месте. Тоже ничего не обнаружил. Ну, и, в общем, как-то было два варианта. Либо там сервис что-то неправильно нам подсказал. Ну, либо же слишком светлое небо сыграло свою злую шутку. И, в общем, МКС потерялась на фоне вот этого яркого неба. Когда приехал домой, бегло посмотрел видеозапись на большом мониторе. Вот, посмотрите. Вот так вот здесь выглядит Луна. Абсолютно не контрастно. И, в общем, я тоже ничего не увидел. И потом пошел на работу. В общем, спал я сегодня примерно один час. И вот, проехав всю ночь 150 километров, и сразу же разочарованный не очень удачным наблюдением, как мне на тот момент казалось, пошел на работу, отработал. Вот час вернулся домой. И уже с новыми какими-то силами, непонятно откуда взявшимися, я решил поколдовать над этим видео. Первое, что приходит в голову, конечно, нужно здесь поработать над контрастом. Вот, что у меня получилось. После выкручивания прям всех уровней, также достаточно жестко. И когда я это сделал, я порадовался, потому что я таки на вот этих выкрученных контрастах все-таки смог обнаружить МКС. Вот сейчас вставлю этот кусочек видео, где она летит. Посмотрите, насколько это быстро, насколько это не контрастно, даже вот в таком виде. В конечном итоге наблюдение все-таки можно посчитать удачным. Тем более, я думаю, и вам многим интересно, как бы МКС была видна фактически на дневном небе. А вот так. В общем, выявить, проявить ее, увидеть очень сложно. Но можно. К слову, сервис, в котором я проводил расчеты, называется Transit Finder, и я делал о нем видеоролик еще что-то вроде год назад. Так что оставлю ссылку в описании. Посмотрите его, пройдите, посмотрите этот сайт. В общем, сейчас я точно на своем примере могу сказать, что рассчитывает вам все верно, показывает правильно пользоваться. Можно нотариально заверенный скриншот, нотариально заверенное видео прилагается. Многие из вас про предыдущий блог писали, что вот, дескать, у нас уже плюс 30, а ты там в зимней одежде стоишь. Специально для вас покажу, как было сегодня ночью. К примеру, вроде как бы вот сегодня тепло у нас, потом плюс 17 в Вологде, и на наблюдение мы уезжали немножко на юг, фактически в Ярославскую область. Но вот, тем не менее, в 4 утра вся трава была выне, и было достаточно холодно. Ну, а следующее подобное явление, конкретно у меня, поблизости Вологды, будет даже ближе, чем вот в этот раз, 26 мая. Так что попробую, если повезет с погодой, там понаблюдать, тем более, что это будет вечером, и небо будет потемнее, чем вот сегодня. Так что, может быть, там получится более интересный результат. Да и, кроме того, там угловой размер МКС будет значительно больше, чем вот минувшей ночью. Здесь, можно сказать, что явление было, ну, таким, не самым удачным по всем показателям. Но, тем не менее, удалось что-то, некий опыт получить и из этого. В общем, на этом, друзья, мой видеоблог подошел к концу. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь с друзьями этим видео. Ну, а в комментариях напишите, кто наблюдал подобное явление. Оставьте ссылки на ваши фотографии, видеоролики. Тоже будет интересно посмотреть, как мне, так и остальным подписчикам. Друзья, пока! Партнер проекта Магазин Планетарий. Адрес сайта planetarium.ru Для подписчиков Astro Channel скидка по коду 2018.